Всем-всем привет! Мы сейчас с Димой отправляемся в поселок Абрамыс, напротив Мурманска. Там очень красивые виды, вот, и я вам обязательно поснимаю. Ну что, оставайтесь с нами на связи. Вот, надеюсь, что-нибудь интересное. Там есть самолеты, по-моему, какие-то, вот, вид на Мурманск красивый. Ну, короче, сегодня погуляем, потому что погода хорошая. Мне хочется застать вместе это время. Так что, вперед! Так, у нас с Димой сейчас мини-приключения. Вот, ну, правда, мы мини-приключения устроили себе на машине. Хотя Дима сейчас сказал, что могли бы спокойно и на автобусе поехать. Я наслушалась на работе про Абрамыс. Вот, это поселок городского типа, напротив Мурманска, через залив. И вот сейчас мы едем. Но на небе, как вы видите, тучи. И не факт, что мы не попадем под ливень. Ну, ладно, это тоже будет приключением. Вот. На Абрамысе, что я там слушала, что там красивый какой-то парк, что там самолеты, военная техника, землянка военных лет. Но она закрыта, правда. Вот сейчас будем гулять и это все искать. Вот. Ну, мне хочется куда-нибудь поехать, либо на турбазу, либо еще куда-то. Но, к сожалению, пока обстоятельства складываются так, что вот на Абрамыс отправились. И вот, смотрите, открывается вид на Мурманск. Вот. Надеюсь, на Абрамысе будет вид более красивый и эпичный. Я на Абрамысе один раз в жизни была, когда мне было 19 лет. Я там была на мотос-входнике, на байкерском фестивале. Вот сейчас офигенный вид открывается на город, на залив. Вообще классный. Очень красиво. И небо такое низкое-низкое, с такими тяжелыми набухшими тучами. И целый город сейчас. Сейчас вам покажу, как красиво. О, вообще здорово. Смотрите. Вот такой вид на наш город с другого берега. Да, сейчас Абрамыс будет. И заезжаем на Абрамыс. Сначала мне объяснили на работе. Заезжаешь туда по дороге. Оставляешь машину на парковке и налево. Там интересный парк. Вот. Заезжаем. И отправляемся в путешествие. Приключение. Это пупсик настоящие эти? Ракеты? Это картонные. Нет, я имею в виду, что это не макет, ну, не муляжи. Что они были когда-то действующими. Мы уже приехали на Абрамыс. И вот здесь выставка. Это снаряды, ракеты. Что это, Дим? Пожалуйста, ну скажи. Твоя жена тупик. Объясни, что это. Ракеты, да? Ну да. Ракеты. То есть они были когда-то в действии, стреляли. Их просто пустыми уже здесь поместили. Правильно? Ну да. Ну вот. Эти ракеты вблизи. Вот я возле одного из них. Кому интересно. Ну, огромная, конечно. Это если такой снаряд куда-то попадает, это страшно подумать. Вот такая махина. Вообще. Жуть. Тут, правда, нет названий. Что это за снаряд? Что это за боеголовка? Вот такая. Я в этом ничего не разбираюсь. Поэтому, если я неправильно выражаюсь, вы меня извините. Но я военной технике вообще ничего не соображаю. Но я рада, что мы сюда приехали. Мне на работе очень много про это рассказывали. Просто очень захотелось посмотреть. Ну и тем более куда-то с Димой выехать. Вон Дима ходит. На видео. Но сниматься пока не хочет. Ого, смотрите. Такая огромная картина. Тут парк еще сделан. Потом в парке погуляем. Ну тут такое, знаете, ощущение немножко, как будто в деревню выехали за город. вот авиабомба, Дима сказал. А вот такой самолет. Тут прям вообще все в растительности. Такой вот памятник. Тут немножко такое, знаешь, ощущение, как будто реально куда-то в деревню выехали. О, вот такой эпический вид. Посмотрите, какой вид на фоне города. Что это, Дима? Это пулемет Катюша? Ну, пупсик, что это? Ну, котенок, объясни. Я же эту тупик. Котенок писали. Объясни. Скажи. Пушка? Ну, не пулемет Катюша? Понятно. Это сейчас. Поставлен памятник воинам первого корпуса противовоздушной обороны за беспертный героизм стойкости и мужества при защите неба советского заполярья. Ну, не написано тут, что пушка, не пушка. Фигушка. Зенитка? Понятно. Я вообще в этом ничего не разбираюсь. Это ваши мужские дела. Тут тоже такой мемориал. О, мне нравится эта такая красивая клумба вообще красивая очень. Такая прям ухоженная. Вообще класс. Очень такая прям. И вот такой вид на город с берега Абрамыса. Вашей работы отсюда не видно, Деп? Нет. Хотели сначала приехали туда вниз, к причалу. Думала, там можно пройти. Но там завод какой-то. А что это, кстати, за завод? Фигушка. Ага. Я даже не знала, что тут какое-то рабочее предприятие есть. Нет. Вообще вид офигенный, конечно. А расписано, когда он салют. Идет? Здесь, да, делают? С этого, может, отсюда куда-то причала. Ну, раньше уже отфигура делали. Афигура. Офигеть, такой вид классный. Дима, попробуй панорама... Блядь. Набрала букет полевых цветов. И вот на фоне города хочу снять такую панораму. Вот такая красота. Тут ходим. И в парке увидели вот такой бункер. Но он закрытый. Но ощущение, что он со времен войны. Еще, к сожалению, ну, не написано никаких ни таблички, ни комментариев. Вот он так вот находится в таком месте. Комаров, конечно. Мы не взяли ни пшикалки, ничего. Вот-то по такой тропинке гуляем. Это парк. В парке. Вот. Сейчас. Вот еще одна точка, с которой виден город. А белокаменку отсюда уже видно? Нет. Нет? Выезжаем с Абрамыса. Красивый, конечно, мемориал. Но хотелось бы, чтобы больше ему уважения какое-то и оккультуривание, что ли, сделали. Ну, чистенько, конечно. Но хочется что-то посовременней. Не и сами ракеты и самолеты, а вообще вокруг этого комплекса. Потому что комплекс, конечно, вот в Мурманске такого нету. Все только в долине славы, если ехать. Кстати, никогда в долине славы не было. Только что появилась гениальная идея. Но это в следующих сериях. Дима уже догадывается, что это за идея. Мы уехали с Абрамыса. Вот. И уже едем домой. Вот. Если что-то интересное будет, то обязательно сниму. Так. Мы решили еще тут в окрестностях поездить. И тут, значит, да, чуть подальше от обратного. Абрамыса. И тут начинается просто крутой серпантин. О! Смотрите, какой вид. Сейчас начинается крутой серпантин просто. О, блин, 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 блин. Блин! Дима, не надо догнать! Дима, не надо! Дима еще разогнался, блин! Я вообще серпантины боюсь. Я помню, как... Ой, блин! Дима! Хватит! Он нажмет на педаль, блин! Пожалуйста, Дима! Это... Мне это напоминает... Нет, ну, конечно, мы были когда в Ялте. Там крутой-крутой серпантин. Там на авто, на маршрутке, это просто. Там вообще... Там ровно 2 метра и поворот. 2 метра, поворот. Там вообще... Ну, тут, конечно, поменьше, но и все равно серпантины. Вообще... Вообще... Это мы еще напротив Мурманска все, на другом берегу. Видите, параход видно. Лес-лес-лес. Хорошая прогулка. Сейчас еще будет серпантин? Подальше. А-а-а. Так, что-то фокуса нету. Едем, едем, едем. Вообще... Такая дорога, конечно. По вот этой дороге зимой Дима на работу ездит. Ну, не сам их возят, но, если честно, я не думала, что такая опасная дорога. Офигеть, Дима! Такие повороты! А тут еще фуры ездят? И грузовые машины, да? Да, есть. Давай, не дамочку сегодня. Сейчас даем. Блин, блин, блин. Я поняла, что мне страшно. Ехали домой, и возле дома у нас под самым балконом растет вот такая красота. Но в этом году как-то менее облагорожено, мне кажется, что уехали, может быть. Тут обычно все как-то более... Вот сколько у нас тут цветочков. вот у нас кто-то тут ухаживает, разводит грядки. Ну, вернулся муж, и нужно начинать опять готовить. Честно признаюсь, когда Дима был в командировке, скажем так, на карантине, вот, то я особо не наготавливала. Куплю себе помидоры, сделаю салат, запеку в лучшем случае корочок, вот. Ну, и так вот питалась. Сейчас решила сделать блинчики, еще супик с фрикадельками, вот, и на несколько дней нам будет эта еда. Так что муж дома надо становиться у плиты. Ну, хотя Дима мне тут на днях готовил борщ очень вкусный, так что я не могу сказать, что я тут одна такая хозяюшка. Дима у меня тоже очень-очень хороший повар. Вот, сейчас будем делать блинчики. Уже вон идет дымок. Нагрелась сковородка, начинаем жарить. Так, блинчики пекутся. Все у меня кипит в руках. Хозяйка просто ах. Так что осталось еще супик сварить. Ну, и на этом, наверное, наш день заканчивается. Вот, завтра мне на работу. Буду работать два дня подряд. Там график немножко изменился. Буду готовиться. Сегодня еще хотела себя покрасить волосы. Ладно, всем пока. До свидания. Вот, проводите время с близкими. Ловите приятные моменты. Радость в мелочах.